И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня хотелось бы записать видеоролик по поводу наболевших тем. Как вы знаете, недавно у нас в игре вообще был танковый, можно так, стрим, в котором Косим и Орех отвечали на все вопросы, которые были у игроков. И в какой-то степени были те самые вопросы, на которые так толком-то и не дали ответ, да, как-то увильнули, как-то не рассказали. Я, честно говоря, сразу говорю, я не смотрел данный стрим. Это лишь мне рассказали те ребята, которые их смотрели. И вообще, по большей части, когда я задал вопрос, стоит ли смотреть этот стрим, что-то там годное можно было бы или услышать, мне сказали, нет, не трать время, смотреть там ровным счетом нечего. Сегодня у меня есть определенные вопросы, которые я бы хотел задать вам. Если у вас есть ответ на них, вы можете написать их в комментариях. Ну и я вообще свою точку зрения хотел бы рассказать про такие вопросы, как когда закончатся у нас в игре челленджи, когда в игре станет меньше крит ошибок, когда у нас в игре начнется какой-то более-менее баланс по поводу матчмейкинга, когда у нас в игре наконец-то начнет подниматься онлайн, конечно же. Это те самые вопросы, которые были ключевыми, я бы сказал бы, во время этого гранд-стрима, когда... Или я не знаю, как назывался этот стрим, но, в общем, на том самом стриме, когда ребята любого вообще плана могли задать свой вопрос, и если он был интересным, если Касим его отобрал, то они на него якобы ответили. И если вкратце, все, что было сказано по поводу всех этих вопросов, когда там с крит ошибками станет меньше проблем, когда даже в киберспорте появятся какие-то там дополнительные денежные призовые, по большей части все сводилось к одному, все сводилось к HTML5. Но сегодня я про HTML5 говорить ничего не буду, да, это такое вот грозное слово мы оставим на потом. Но я хотел бы рассказать вообще по поводу онлайна, по поводу челленджей. Мне реально, вы знаете, я записал видеоролик, в котором меня жестко сгорело по поводу челленджей, то, что они становятся все хуже и хуже, то, что уже и пустых слотов стало много, и дней према нету, и смысла вообще особо жестко их там быстро набивать нету. Все, ребят, сводится к челленджам. Почему онлайн в игре у нас начинает падать? Падает онлайн из-за однообразия, потому что в игре сейчас, по сути, что есть? Есть челлендж, и все, все, у нас нету никаких там, ребята не играют, по большей части, ни в пробитвы, не пытаются зарабатывать как можно быстрее, быстрее там кристаллы на каких-то марафонах. Никому ничего не интересует, кроме матчмейкинга. Да, и был такой какой-то акцент, что там будет интересно, то, что всем будет он нравиться, но я реально не вижу тех людей, чтобы там говорили суперкрутой матчмейкинг. Да, я изначально думал, честно думал, что он будет крутой, то, что в нем можно будет играть постоянно, и то, что здесь не будет гореть. Будет классно, можно было покатать. Это вот, условно говоря, как раньше вы могли создать 15-минутную катку с наркой. Так же самое вы сейчас, например, зашли в матчмейкинг и начинаете спокойно играть. Но нет, нет, сейчас вы так сделать не сможете, потому что начинаете играть, ловите одну крит-ошибочку, вторую, третью, четвертую, а потом думаете, да ну нафиг этот матчмейкинг, выходите из него и думаете, все, больше лучше я туда не буду заходить, пойду лучше какую-нибудь прошку, например, скатаю, или лучше вообще выйду из танка. Вот так вот заканчивается, например, у меня эта вся история. У вас, не знаю, как она заканчивается, можете отписать в комментарии, но челлендж это сейчас главное событие, наверное, танков и всех тех игроков, которые в них заходят в игру, и которые вообще выполняют его. Да, безусловно, это приносит деньги проекту, но если сравнить начало этого года и сравнить, сейчас, условно говоря, на то время, когда я записываю видеоролик, у нас 8 июля. Прошло полгода. За полгода в игре как минимум средний онлайн упал на 10 тысяч. На 10 тысяч, это большие цифры. Почему они падают? Здесь все просто, однообразие, которое не имеет вообще конечного итога. То есть ты делаешь челлендж первый раз, ты думаешь, блин, круто, что-то новое, интересно, жестко. Потом, на следующий месяц, после новогодних праздников, разработчики делают второй челлендж, ты думаешь, блин, после первого круто было, хорошо, давай второй. Играешь второй, набиваешь, думаешь, блин, классно, круто. Набиваешь второй, появляется третий. Думаешь, ну, всего лишь третий, ничего страшного, окей, выполним третий, может быть, четвертого не будет. Появляется четвертый, появляется пятый, шестой, сейчас уже седьмой челлендж. Седьмой. И ты не придумываешь ничего нового. Ты делаешь все то же самое, потому что ты понимаешь, что игроки выполняют их, потому что ты заработаешь на этом деньги, и тебе не надо ничего придумывать. Ты делаешь просто челлендж, ты поднимаешь с игрока по 150 рублей минимум, и ты думаешь, блин, ты на коне, ты зарабатываешь, у тебя все хорошо. Ничего не надо даже менять. И у меня вот возникает реальный вопрос. Либо же сейчас разработчики думают, что все игроки-дураки будут продолжать играть, и всем все будет нравиться, либо, ну, и при этом все, они не делают вообще никаких усилий, не занимаются игрой, не думают вообще какие-то новые ивенты, обновления, то есть что-то новое вводить-то в игру все равно надо. Эта игра, здесь не будет такого, что ты будешь делать одно и то же, и игрокам будет это нравиться, и будет все это хавать. Ну, не будет такого. Сейчас не то время в танках, потому что уже игре больше 10 лет, а когда игре больше 10 лет, постоянно должны быть какие-то новые введения, которые должны реально заходить. Да, понятное дело, что бывает обновление, оно не заходит, его корректируют, потом оно становится таким более-менее, и его хавают. Ну, нормально, ничего страшного, но это уже что-то новое, а не то, когда ты делаешь одно и то же на протяжении полугода, и при этом не вводишь ничего нового, да? У нас там появились там овердрайвы, окей, да, но овердрайвы неделя-две, и ты понимаешь, что, ну и что, овердрайвы вышли, ну, ничего особо-то и не поменялось там в игре, никаких новых там событий, по типу, например, как контейнеры у нас, например, появились, да? То есть, ну, ничего нового нету, все по-старому, никакого разнообразия, условно, один челлендж. И реально говорить на гранд-стриме, назовем его так, говорить на гранд-стриме, то, что выйдет HTML5, будет все супер, не будет кредоошибок, не будет ничего, все будет просто божественно, но это как-то, ну, как-то не особо верится, то, что одно обновление сможет изменить все проблемы. Да, я не хотел особо затрагивать сегодня эту тему, хотел оставить вообще по поводу HTML5, отдельным видосом вообще записать по этой теме, что это вообще такое, с чем его едят, и как оно будет работать, если вам это все, конечно же, нравится, ребят, то и хотите, чтобы я это рассказал. Поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, ну, подписочка, конечно, если сделаете, это будет вообще божественно, но что касаемо лайка и коммента, ребят, в последнее время YouTube вообще мало что продвигает, как я уже и сказал в предыдущем видеоролике, если вам не сложно, вы можете просто вот, прям вот вы можете прямо сейчас взять, подержать, и будет вообще довольно-таки все достойно. Поэтому, ну, концентрироваться на этих челленджах, это уже прям, ну, такое дело, прям, прям жестко печальное, и мне реально жалко то, что онлайн в игре реально падает, то, что даже у меня уже не так много пыла, и не так много прям адекватного хотения и желания постоянно уделять время игре, да, когда челленджи просто повторяются, я думаю, блин, давай-ка я быстро лучше этот челлендж, да, чисто для себя выполню, и пойду катать, как мы катаем, рошечки какие-нибудь, интересные битвочки, но не матчмейкинг, в котором у тебя горит, в котором у тебя критует, и тебе еще при всем этом надо выполнять челлендж, в котором один день према, 20 пустых слотов, и все сконцентрировано на том, чтобы ты вкинул 150 рублей, задонатил в игру, и только тогда получил хоть какой-то приз. Вот это меня реально тревожит и печалит. Что вы вообще, ребят, думаете по этому поводу, когда, по вашему мнению, онлайн в игре у нас вообще начнет расти, что должно для этого произойти, возможно, какое-то супер обновление, возможно, просто стоит закончить с этими челленджами, придумать что-то интересное, а может даже ничего не придумывать, а просто сделать, условно говоря, X-фанды, условно там X2, X3, в про-битвах, в про-битвах, и все. Возможно, может, стоит все намного-таки упростить, и сделать старые, добрые X-фанды в прошечках, и увидеть, насколько интересно это было бы тем игрокам, которые знают, насколько круто можно там фармить, насколько круто можно там проводить время, и даже те ребята, которым, по сути, там, условно говоря, мне не нужны кристаллы, у меня будет огромное желание просто зайти в прошку с X-фандами пограбить, понагибать, это всегда безумно круто, это всегда заходило, как по мне, в любой ситуации, да, единственный момент, это я помню, в прошлом или позапрошлом летом, когда X2-фанды были просто каждые выходные, это, да, там уже, когда, когда ты думал, уже ты играешь только на X-фандах, и все, ну, тогда это понятно, было чисто привлечение онлайна за счет того, что летом ребята там не хотели особо играть. Вот такой вот видеоролик у нас, ребят, сегодня получился, я не знаю, зашел он вам, не зашел, понравился, не понравился, обязательно, обязательно, ребят, напишите свое мнение в комментариях, расскажите, что вы вообще думаете по этому поводу, что должны изменить разработчики, куда вообще оно все должно пойти, ну, и если вам интересен, интересна тема, по ProHTML5, и вы хотели бы услышать мое мнение по поводу этого супер бомбического обновления, которое должно изменить нашу игру полностью, то обязательно по этому поводу напишите, что вы хотите это услышать, ну, и условно говоря, если я по количеству лайков увижу, что видос зашел, то я пойму, что, да, стоит записать видеоролик и рассказать вам про все это дело. С вами был мистер Ванька, сильно не горите, не критуйте, заходите в прошки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok